Диагноз Андрея, синдром реполяризации, ранней реполяризации сердца он бывает у обычных людей но у обычных людей это уже связано с некоторыми изменениями вообще он присущ элитным, замечу, не простым, а элитным спортсменам 88-89 элитных спортсменов имеют такой синдром и это считается нормально я созванивался с профессором Павлом я сначала испугался, поскольку думал, ну вот там, наверное, это не есть там хорошо был наслышан об этом позвонил профессору Павлову, у которого я тестируюсь на предмиле и говорю, Владимир Иванович, вот так-то, так-то, так-то он говорит, я этим занимался, у меня есть даже специальная монография по этому синдрому не волнуйся, это присуще высокоэлитным спортсменам и как бы все нормально есть маленькое, но, правда, это может приводить к внезапной смерти вы знаете, что у спортсменов есть такой, как бы, тоже неприятный момент момент связан с внезапной смертью вот есть такое понятие, как пароксизмальная тахикардия, как фибрилляция предсердий ну вот это с этим связано поэтому, если вы будете включать низкоинтенсивное кардио достаточно трениться 220 минус возраст и умножить это все на коэффициент 0,65 это где-то будет, мы и ребятам считали в пределах 118-120 ударов в минуту это идеально для сердца, для тренировки эластичности миокарда а сколько раз в неделю нужно, либо после силовой, либо с утра вечером знаете, есть, поскольку вы же не профессиональные бодибилдеры бодибилдеры не любят совмещать силовые с кардио ну вот Ронни, он как бы пример для исключения это противоречивая вещь кто-то считает, что сначала нужно силовую, потом небольшую кардио либо кардио разносить, делать в разные дни либо сначала силовая, а вечером кардио я пробовал тяжелые силовые нагрузки ну, насколько это для меня возможно и пробовал кардио совмещать ну, что я могу сказать надо отметить, что у меня мышцы не росли не прибавляли в размерах год это меня сильно очень напрягало ну, мышцы не растут, рекомпозиция тела меняется мышечная ткань, визуализация меняется сила как бы растет выносливость вообще там увеличилась просто в разы до каких-то фантастических для меня цифр достигла а мышцы, ну вот не растут и все и я думал, что причина этому длительное кардио поскольку у меня после двухчасового воркаута еще полтора часа я убиваюсь на кардио ну, и кардио не простое это там я наматываю круги и забегаю по лестницам деревянным это все это в лесу и по лестницам забегаю там на максимум потом прихожу домой, два часа там отдыха и еще баня то есть сандуны и там еще массаж часовой и зачем я это все делал? зачем я так как бы упарывался? ну, некая такая безбашенность присутствует даже в моем возрасте в общем-то я чувствовал себя хорошо восстанавливался очень быстро и мне было любопытно нащупать свой порог когда ты тренируешься тяжело то бывают моменты во время тренинга мощный выброс эндорфинов идет и тебе кажется, что ты бессмертный тебе кажется, что ты какой-то древнегреческий бог и можешь все и вот это ошибочная вещь и нельзя этому поддаваться нужно себя вовремя как бы останавливать хотя, в принципе, это трудно и потом потом я начал пить креатин понимая, что креатин задерживает воду и это, возможно, даст прибавку хотя бы 20% в росте силы и объемов и увеличению мышечной ткани и о чудо! через месяц мышцы увеличились ну, бицепс на 3,5 см то есть это было реально не было роста, не было роста и вдруг, бах, такой как бы скачок ну, естественно, я пью всякие протеинные белки и, ну, просто нагружался на ночь казеином гейнер, вот у меня гейнер есть то есть вы добавили креатин и белок, правильно я понял? нет, белок был постоянно белок, а не кислоты были постоянно да, причем достаточно большая концентрация белка мы ее будем разбирать я доводил белок до 1,8 грамм на килограмм при этом уменьшал жиры до 0,5 грамма на килограмм и углеводы делал 3,5-4 углеводы обязательно без углеводов никакой мышечной массы, естественно, не будет поскольку, чтобы синтезировать 1 грамм белка если я не ошибаюсь, нужно там 5 грамм углеводов и резко подскочили силовые ну, как силовые я никогда не мерил себя на количество подтягиваний год и полтора года назад не раскрывайте тайну вы же сами не поверите ну да сколько вы бахнете Владимир Панкеев, Нижегородская федерация армрестлинга КМС категория 100 килограмм занимаемся развитием армрестлинга в Нижегородской области а сколько лет вам? 42 всем добра, сильных рук и здоровья супер жена жена вот это жена ну, кинули меня под танки давай, давай даже имению не включил, ну, стойте, стойте даже 100 минут все, можно вот эта часть здесь все хорошо тут вообще нет, здесь прям вот здесь вообще прям черно вот единственное место, где у тебя, короче, можно мне ну, мне вот не, не, всем я же сразу дал отметку на это без завязок работы ты же можешь с завязкой без шести ты пробовал, как тебе комфортно, так и борись вот как тебе комфортно вот ты меня вывел, я с тобой, я соперник я, у нас с тобой, допустим, одна официзера или, короче, боремся мы в Абсолютке на чемпионате Нижнего Волка или Нижегородской области неважно вот я твой соперник все, вставай то есть палец удобный тебе, да? все, борись как городок сразу вижу, это оборудование прощупуй дальше Андрей, закрутись, попробуй понеже возьми его вот тренер Виталик, подсказывай давай да а ты покажи давай сюда попробуем крутись не давай, не у нас проверка ты сейчас положи доска положи доску так и так и попытайся сделать первое движение скручивающим вот вот не забирай в пол вот да вот кисть выруйте делай то же самое чуть-чуть 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 заучите нас в ту голову сейчас вот эти фалмены вот эти фалмены обожни рукой вот вот чуть-чуть начали у игроков все ох в плечо вот а теперь пробуем с его помощью все давай давай поедем все 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 чувствуешь здесь чуть-чуть проваливаться значит сбивая так удобно готов все 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 там все все не в то и ну и полтора года назад я смог потянулся два раза я там в клубе за клуб закрылся с ковидом проходил мимо спортплощадки думаю дай зайду подтянусь на турнике сначала отжался на брусьях что-то 4 или 5 раз закислился молниеносно потом попробовал подтянуться в одежде зимней был подтянулся два раза и думаю ё-моё что такое вроде я на грибном тренажере по 40 минут выдерживаю на максимальной нагрузке немножко штангу поднимаю бицепсы треню в спортзале провожу три часа там по четыре раза в день и не могу не подтянуться не отжаться на перекладине как же так ну и начал интересоваться всем этим воркаут калистеника ганнибал и потом наткнулся на вас мои юные друзья и как бы все это перевернуло полностью мое мировоззрение я стал уже как бы трениться но я подтягиваюсь не в полное у меня длинные руки рычаги длинные если я зависаю с эпикандилитом локтевых суставов и с артрозом сейчас минуточку артрозом плечевых это конечно они вылетают поэтому вот хорошая вещь у кого будет у кого болят локтевые это вот такие ортезы они надеваются на локоть фиксируют локоть и болевые ощущения снимаются хотя с другой стороны они сжимают происходит ишемия ишемия мышц и тренироваться два часа в них очень тяжело это как вот знаете модные эти направления когда ты кровоток кровоток но здесь правда это все пружинит и все прочее но у них тренироваться достаточно сложно я их одеваю тогда когда мне хочется так упороться уж совсем тогда их надеваю просто иду на тренинг нам говорят как раз таки то что мы еще молодые у нас максимализм вот по факту пример человек который тоже горит спортом и тоже упарывается поэтому это все это понимаете это все зависит от биохимии мозга если и конечно не только от биохимии мозга но и от гормонов я постоянно меряю свой ну как постоянно периодически меряю тестостерон свободный тестостерон и и то и то свободно у меня посредине референс а общий тестостерон под самый под самый козырек то есть вот дальше уже некуда и я думаю что это очень сильно и я проверял масс спектрометрии и фа чтобы понять нет ли за ней занижение на и фа и наверное вот тестостерон и дает такой драйв а тестостерон можно поднять только одним способом еда не помогает кардио не помогает только тяжелые силовые нагрузки дают тестостерон только тяжелейшие силовые нагрузки дают всплеск гормона роста в своем возрасте я это зафиксировал я пью еще после этого четыре таблетки габа где-то прочитал что габа стимулирует выброс гормона роста и по показателям гормона роста в инвитрии это там действительно так я прослеживаю громадные массивы свои массивы там по дням и вот тяжелая нагрузка габа дает всплеск всплеск гормона роста от 0 2 от 0 5 он может подскочить до 1 и 8 до двух и четырех при норме моей возрастной не больше пяти там нанограмм так что габа работает силовые и силовые тоже работают тоже есть такие всплески питание не работает на питание нет просто так сельдерей там сидела не работают совокупность совокупности до силовая и без правильного питания ловить нечего вообще вообще нечего это я как бы понял на тяжелом тренинге но а а а а и и и и и и вот Мне плеча не хватило, он меня продавил, короче. Прям вот в эту вот руку. Молодец, черневая. Вот видишь, пытался наверх перестроиться, ты заметил? Качал, 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 вот. Когда ты первый раз боролся, я тебе сказал, не застаивайся на месте, лопит вообще у тебя встать, он не должен снять. Я просто боюсь, я дерну, он от лопит. Ты от защиты выбрал, а он начинает атаковать, раскачивать себя. В момент, когда он качнул тебя и возвращается обратно, ты должен сместить лопит. Еще одну? Да, все. А, да? Давай, давай. Слиться. Ха-ха-ха. Хотел слиться. Не успел. Я просто не успел поймать. Ну что, брата, тяжело? Блин, вообще. Я дышал про себя. Ну, еще раз. У меня КамАЗ когда-то толкал в детстве, короче. Лечку милейли? Наверное, так же дышал. Сохватывали? Нет. Чуть-чуть. Реди, го. Реди, го. Давай, давай, теснее. Слышь-вы. Мо, ножки. Аааа. Аааа. Что? Скорять, фоталис. Ой. Воооо. Высили. Так, вот сразу, не сходя, смотри, ошибка. Ты сместил сюда корпус, и тебе уходить некуда, поэтому ты приседаешь. У тебя корпус должен здесь находиться, и ты, Стас, должен завалить туда, вниз. И тогда бы у тебя был простор для движения. Ну, сильнее, сильнее. У вас тут связано. По диагонали смещайся к плечу своему, не туда. Держи, кинься, все, не держится она. Теперь здесь держи, не возвращайся обратно. Вы сместился, и туда падай дальше. Все. Я понял, что такое истощение нервной системы на притренах. Я худел, мне надо было сбросить... Когда-то я весил 107 килограмм. А сейчас сколько? Сбросил до 96 с половиной. Ну, ходил такой жиртрест. Знаете, есть такой анекдот. Летний сезон закрывается. Вы жирненький. Это мне дочь Даша так говорила. Папа. Сейчас-то вы явно не делаете. Сейчас я вешу 77, и последний раз... Весил 77. Последний раз звоню ребятам, Александру и Андрею. Они говорят, у нас вес подскочил на 2-3 килограмма. Саня говорит, я вот там залитый. Я говорю, Саня, да я тебя там смотрел. Никакой ты не залитый. Это так и должно быть. Просто у тебя был отдых. И, конечно, мышцы восстановились. Регенерация мышц произошла. И, конечно, мышечный рост пошел вверх. Короче, я дал себе отдых. И не поверите. Мой вес 77, сейчас 79,3. Я глазам не поверил. Стою вчера... Я измеряюсь там практически каждый день. А тут думаю, да, я пропущу дня 4. Посмотрю, что будет. Легкий такой тренинг. Ну, мой легкий тренинг упорит того, кто не занимается. Он у меня длится 58 минут. И достаточно интенсивно. И если люди не привыкшие, то, конечно, мышцы забьются очень быстро. Для меня-то это как бы привычно. Ну, короче, сейчас весу 79. Это, конечно, минус для подтягиваний. Идеальный для меня вес для подтягиваний это 75. Но мне Алла, жена, не дает сбрасывать вес до 75, потому что говорит, что ты выглядишь истощенно и себя просто изнуряешь, там мало ешь и все прочее. А без еды, если вы не будете, особенно в возрасте, у молодых обмен веществ достаточно высокий. И если вы тренированы, то вся пища, которую вы съедаете, глюкоза у вас сильно не скачет. И поэтому вся еда, она хорошо усваивается. Аминокислоты, сахар невысокий, все нормально. С возрастом глюкоза поднимается и уже приходится хитрить. Я, допустим, утром пью притрен, пью кофе и съедаю такую вафельку с аминокислотами и с углеводами. И съедаю только в том случае, если утром встаю и у меня сахар меньше 6. Тогда это, как говорится, в конях корм. Тогда клетки открыты для аминокислот и тогда это все и для глюкозы. И не будет избытка глюкозы, и инсулин работает, и все окей. Если глюкоза 6, а она бывает 6, когда я вечером, поздно вечером дам слабину и поем много углеводов. Потому что крыша отъезжает и есть хочется постоянно. То есть я ни разу не был в такой ситуации, что мне не хотелось есть. У меня там доминанта, постоянно еда. И я должен себя ограничивать, ну как, определенно ограничивать. Я рассчитываю весь колораж, поскольку если я начну объедаться, то тренироваться будет тяжело. Вес будет как бы расти, и поэтому я стараюсь соблюдать БЖУ, белки, жиры и углеводы, для того, чтобы был полноценный тренинг, поскольку у меня как бы все подчинено тренингу. Мне же надо еще совмещать работа, дом, семья и так далее. Очень много занимает работа. Поэтому, когда вы все спите, в 4 часа я уже на спортплощадке. Когда вы встаете, в 6 часов я уже потренировался. Когда вы пьете чай, я уже на работе. Когда вы едите в обед, я тренируюсь. Когда вы отходите ко сну, я уже потренировался. Вот такой образ жизни у меня. Зачем я это делаю? Кто-то скажет, нафига все это нужно и так далее. Но как-то Жак Ив Кусто сказал, если у человека есть возможность вести необычный образ жизни, то зачем от этого отказываться? Ну да, по факту. Цитата. Ну вот, если коротко, то вот так. По поводу сильных сторон, можете сказать Андрею тоже? Что у нее сильное и что добавить? Бог хороший очень. Бистонс хороший. Пальцы, наверное, из всего, пальцы на первом месте и отведение. А так, в принципе, ну и техника. Двигаться, быть подвижным. А так молодец, думает. Уже начал. Вот так раньше не боролся, первый раз с ним. Вот видно по мне, как я запыхнулся. Молодец. Сильный парень. Я прям меня в плечо продавливает прям. Получно, молодец. Гибатель колес. В принципе, вот. Что значит? Ну, вот сбиваешь, хорошо. Я думал, наоборот, он у меня слабый. Пальцы, пальцы, надо поставить. То есть их только с ручкой, да? Или вот разрываться и вязаться. Пока. Нет, ну а вот тренироваться. Срочкой или... Движение, блинай. Ну, если он пожелает. Вариации различные мы будем. Как работают. Да. Вариации различные мы будем. Работать с эксцентриком. Замотно. Ну, сякки, я скажу, в резиночке различные. Ну, я не знаю. Короче, любые проблемы, а здесь просто работают. Бывай отдельно пальцы. Можешь так же со сбегателем. Например, вот ручка эксцентриком. Как раз тебе на сбегатель. И сразу будет пальцы сбегать. Не-не-не. Ты будешь держать, будешь кручивать. И надо на ты пальцы бы сама убивать. За счет того, что у нее стержень здесь, а ты держишь здесь, а она прибегает на удар. А, то есть стараться бы взять и вот так, да? Да, но там никакой обычной мышкой уже не будет. Не слепим. Да, не слепим. Давай-давай-давай. Еще давай. Еще. Давай-давай. 32 Давай, Диман. Ой, хорошо. Два Три Четыре Пять Шесть Еще Семь К Вроде тянул Все? 53 Руки трясутся У меня тоже Это лактаз, закисление мышц Загавливаешься на полосочку Встань, встань, как не сможешь Встань, чтоб она пахнула Желтый, да? Ну да, да Попал Минута должна пройти Да ладно, как-как Три с половиной Три с половиной, это получается что? Это значит, что я не забился Типа, но у меня все забито Это он тренингся в аэробной зоне И у него восстановление изумительное идет По нему не скажешь Я почему чувствую, у меня все забито Ну вот видишь, тем не менее Три с половиной, это очень хитрость Норма до двух А с двух до четырех Это аэробная зона И в ней предпочтительно вообще трениться То есть можно еще работать Аэробная, в принципе Да, это не аэробная А вы все не смиряли? Нет Пожалуйста, Саша Какой объем сделали? Большой Да нет Ну сколько сделал, скажи? Да, 100 Не сдавил, у меня палец не мел Давай, вставайся аккуратно О, это нормально Норм Аэробная, аэробная зона Отлично От четырех до десяти Это смешанная зона Аэробная, аэробная Тренирует и окислительное И гликолитические волокна Это самый правильный тренинг Ну вот по моему мнению вот здесь Поскольку Саня моложе, у него шесть с половиной У меня девять и четыре Но я более в такой момент Сейчас вы вину поминаете Запомнил? Отключается как раз вот именно кроссфит, да? Девять и четыре Девять и четыре, это что? Это значит с четырех до десяти Смешанная зона Аэробная, аэробная Что и должно быть Поскольку я делаю подтягивания, отжимания И плюс еще гантели на массу Поэтому аэробная смешанная с аэробной Хороший тоже показатель Ну то есть можно продолжать дальше? Ну вот, это нормальный показатель Если за десятку уходит, это только аэробная Это уже такой Можно домой идти Да, можно идти домой Давай Не, не вставай Не сиди Не долго, наверное Так, отлично Дави, тихонечко Она почти каплю должна Дави, дави Опа Опа Оооо, Диман 12,4 Закисли Закисли Много, да? Диман, что-то быстро, да, закисли Анаэробная зона у него Ну он мощно тренировался Это тоже нормально В принципе Дима тренировался в анаэробной Но он тренировался больше всех нас И это тоже нормально Дима тренировал анаэробную локтатную бороться То есть Димана надо домой уже идти, правильно я понял? Ну отдыхать надо Ну отдохнуть И просто походить по залу И померить через 5 минут Ну упадет где-то в 2-3 раза А если вокруг дома пробежаться 5-6 минут Труссой То придет в норму Сейчас мы варимся в молочной кислоте все У Димы 12-4 У Сани сколько у тебя было? 6-5 6-5 Андрей 3-5 А у меня какая? 9-4 9-4 То есть Диман больше всех закислился? Да, второй я поскольку по... А мне кажется у него потому что как раз таки Гликалитический тоже приоритет Вот Поэтому он не закисляется так сильно Точнее наоборот Ну что, подведение итогов, Андрюха Все уже ребята разошлись Здесь Андрюха все борется с пацанами Грубо говоря Чем сильнее соперник Тем, конечно, ты лучше понимаешь борьбу Потому что свои слабые стороны сразу открываются В завязках мне, конечно, бороться легче И еще надо проблему решать как-то с выносливостью Но я поэтому стараюсь бороться хоть даже сейчас побольше